Марио Просинос Марио Просинос был учителем французского и издателем. В 1922 году, спасаясь от геноцида, семья эмигрировала во Францию. Начальное образование Марио получил в Пютой на Антере. В 1927 году умерла мать. Марио поступает в Парижский лицей. В 1932 году учился в Институте восточных языков. Один из его учителей был Климент Серво. Здесь появились первые рисунки Просиноса в стиле сюрреализма. Был постоянным посетителем театра-отелье Шарля Дюлена. Учился в Сарбоне. Заблизился с Маном Реем, Анри Бретоном, Элюаром, Ренешаром, Сальвадором Дали, Эрнском. В 1936 году умирает отец Поросинос. Окончательно переезжает в Париж. Снимает жилье в Париже. Отходит от сюрреализма, однако продолжает поиски необычных в житейских сценах. Я цитирую Википедию. То, что мне удалось найти об этом художнике. В 1938 году состоялась его первая персональная выставка в Париже. Первый посетитель Пикассо. Просинос вдохновляется творчеством Эдипиа. В 1939-1940 годах участвует добровольцем во Второй мировой войне. Был тяжело ранен. Награжден военным крестом. Сотрудничал с движением сопротивления. Помогая солдатам, союзникам бежать из оккупированной нацистами Германии. В 1940-1950 годах много занимался книжной графикой. Работал с издательством Галлимара и новым французским обозрением. Иллюстрировал книги Матео Банделла, Эдгара По, Артюра, Рэмбо, Каполинера и так далее. Как театральный художник сотрудничал с Жаном Виларом. Занимался гавелинным искусством. Автор нескольких биографических книг. Последняя работа «Одиннадцать образов страстей для часовни Богоматери, скорбящейся на ремиде права». В 1949 году получил французское гражданство. У нее была сестра, младшая писательница Жизель Просинос, близкая к сюрреализму. Просинос умер в своем доме во Франции 23 октября 1985 года. После его смерти французскому государству было передано 800 работ художника. Коллекция пожертвования Марио Просиноса находится в часовне Нотр-Дамде-Питье. Кавалер ордена искусства и литературы 1961 года. Его ордена почетного легиона. Офицер ордена искусств и литературы. Ну вот так вкратце о французском художнике, писателе греко-итальянского происхождения, который принадлежал парижской школе Марио Просинос. Все, всем пока, всем привет, смотрим работу, до свидания.